всем хорошего дня ну вот времени обеденное прошло я прочитал ваш комментарий на мой утренний ролик но ролик был такой своеобразный но с юмором конечно я без юмора не могу вот потому что без юмора человек это уже коллега я так считаю без чувства юмора человек скучных людей люблю я скучные люди это равносильно как считаете это дерево да короче рядом с тобой стоит бездушное да короче поэтому юмор всегда должен присутствовать вот я все воспринимаю с юмором иногда бывает так что мне где-то наверное полгода назад один из моих подписчиков но так такую такой это самое отправил такой ролик мол про какое-то событие ну я вижу что это полный ересь но думаю человека нельзя разочаровывать я ему тоже типа официального сообщения отправляю типа того что как объявили левитан наши войска сегодня так и так вот захватили это самое освободили город берлин и это подписан акт обезоговорочной капитуляции я типа такого же отправил потом мне пишет что за ерунда такая такого быть ему дяга ну ты же мне сам отправил такой же я говорю ерунду вот я говорю какой привет такой ответ правильно мой подписчик написал что какой привет такой ответ понимаете я вообще такому отношусь которого куда-то зовут меня тоже везде много зовут во много места и в америку зовут вот мои американские друзья мне оставили свои документы копии документов все все они говорят мы тебя отправим это они отправят и приглашение все какое-то поручительство какой-то это чтобы ты госпокойно мог пойти как и получить визу американском посольстве везде вот но это не значит что я бегу все вы знаете кого-то куда-то звать да это брат на себя ответственность за этого человека не важно ты мужчина ты женщина ты разницы нет надо бывает так приезжай у нас все хорошо я живу отлично это ты живешь отлично это не значит что я тоже смогу жить отлично понимаете вот люди заради своих как говорится это самое да они другого человека тянут но при этом они не уверены что этому человеку там будет хорошо вот поэтому не надо это никого никуда звать 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 никуда не надо если позвали обеспечить этому человеку ту жизнь которую вы описали если не может обеспечить такую жизнь которую вы ему описали ей описали да не надо даже женщину откуда-то звать не стоит если вы сами еще извините на птичьих правах этой трудности не надо женщина тоже мужчина не должен звать куда-то идея здесь хорошо у меня дом ты будешь ничего подобного это тебе хорошо правильно максим вот сейчас написали что я вам вот выставил в анталии с анталийской группы вот этот местору парень год живет и свои это самое впечатление написал да а турции как год жизни да ну здесь так и уж так я вот к этому уже привык я уже причин 10 лет к такому образ жизни проводить но не осуждая другие как говорится это вот вы максим написали что таджики работают от самой до казахстане они довольны и менты не колпашут да но это тоже наш менталитет но мне не нравится я не пойду туда понимаете вот тоже останавливает машину так открой багажник есть такие ребята в россии да которые молодцы они и ролики снимают причина остановки объясните причина остановки превышен скорость нет машина в угоне по нет а какой тогда причина остановки а просто так ваша страховка мстро это все должно быть уже на базе данных лет шесть назад когда из грузии ехал грузии ехал туда 1700 километров меня никто не остановил из анталии обратно когда ехал не доезжая афена ночь было три часа ночи пост жандармов мне остановил и я остановил короче они на номер машины какой-то аппарат направили типа радара я хочу документы вычислить не надо я из машины не вышел уже моя фамилия имя кто это уже все знают они поэтому ну же ли у нас тут но менталитет у нас и на это обижаться не стоит но не хочу я так чтобы меня постоянно проверяли паспорта постоянно мою регистрацию еще на твой даже российский паспорт какой подворотный ты его купил это всякие ну не хочу не нравится не живи я и живу здесь везде свой менталитет это надо воспринимать вот и таджики видят казахстан нет такого значит им хорошо там правильно поехали они не возмущаются каждой стране есть свои особенности понимаете и вот это особенности каждый вот это они объясняются тоже по-своему говорят борьба с преступностью борьба с нелегалом борьба с наркотиками борьба с террористом повод всегда найдется но мне я здесь привык вот уже 10 лет в течение 10 лет кому-то скажете не поверят один раз меня остановили это за ремень один раз за вот я уже 10 уже скоро будет 10 лет как как я за рулем здесь и вот это жандарма до когда я два раза получается да все а сколько раз бы меня обостановили за 10 лет жил бы я например россии да но я даже не могу посчитать сколько неделю два-три раза точно останавливали конечно меня это раздражало конечно это но это менталитет такой понимает это никуда ты не денешься никуда не денешься вот так что тебя обзывать че тоже это менталитет не нравится чтобы тебя обзывали не живи там никто из тебя не заставляет менталитет такой я честно говоря в любой стране как бы свои эти понимаете не нравится уходи вот а кого-то может тебе нравится вот мне например вот например кого-то например сюда бы я звал бы даже и да допустим да может этому человеку не понравится какие-то традиции здешние какой-то вот образ жизни понравится мне нравится ей или ему не понравится извините это уже нельзя делать поэтому не все что нам нравится другим может нравиться обязательно поэтому говорят а вкусах не спорят на вкус и свет товарищей нет вот поэтому а дельцы вот это зовут описывают такую красоту такую шикарную жизнь до того же все нормально а потому что им надо с вас деньги это самое содрать у меня подписчик был в анталии года два назад наверно он мне короче по мессенджеру выходит это самое вот мне сказали говорит что работа в отеле менеджером заместителем управляющего отеля предлагают такой-то такой-то отель в общем это трудоустройством со всеми делам но я должен как кадровой какой-то агентстве куда-то там еще какие-то это деньги надо заплатить все такое хотя это мне так я знаю что это все полная лажа вот я говорю я вообще-то я не знаю вы не смогли бы вот этот отель поехать этот отель находится кониалты вот я буду вам чрезмерно благодарен я говорю ну я то я это самое я поеду конечно посмотрю я так так я купаюсь там я как раз рядом где купаюсь там пляжи вот я вам говорят позвоню на эти недели когда вы это сам вы мне горд и 7 с отправьте хорошо вот я поехал в это ты как раз я купался вышел это и пошел прямо в шортах вот туда ну зашел я вот так вот так вот так они понятия не имеет у нас все работает нет нам никого не надо я говорю ну я говорю из россии его человека вот так вот так хочет ехать я говорю ну пусть приезжать но нам не надо никого год мы никого не звали никого это они понятия не имеют я это точно конечно точно я хорошо я короче это смс отправляю я говорю это полный обман тот же звонок вы сходили я груда сходил и чё я говорю так вам я готовлю никого вы не нужны там и он мне говорит может это говорит просто не захотели а это год свои люди там ой человек хочет как-то опять это я говорю извините я вашу веревкой там держу летите смотрите потом где-то наверное дней через двадцать уже почти месяц прошло мне уже сантали звонит о вы не смогли мне занять 200 долларов мне надо домой летит у меня денег нет как вы чё здесь что да я говорю у меня денег я никому не даю ни у кого не беру мой принцип я вам я уже предупреждал и что мне я говорю я не знаю что вам делать я вам предупреждал живу я почти на побережье уже вот на улице ночую я вот пришел отель от сам этих ребят горнет я деньги перечислил я говорю только кому деньги перечислил а от россии грязи в россию у меня денег нет россии ехать это мне это не волнует абсолютно я вам ягод предупреждал все о понимаете конечно это жестоко но извините человека предупреждаешь говоришь нет были лезет как бычара блин лезет нет ты врешь наверно нет ты наверно не хочешь чтобы мне хорошо было ой блин я говорю поэтому людям бесполезно это все объясняют не вы не ходи там снег башка попадет совсем мертвый будешь у меня был один товарищ тоже возрастной человек из одной наших бывших союзных республик я ему всю ситуацию мы с ним до его приезда в анталия с ним по полгода же на по телефон если него я им объяснял где как себя надо вести игре как это все как приехал как скинтовался с тем который его же колпашнул вот потом оказывается ты говорил как правду я горят тебя предупреждал предупреждали о тебе а до этого когда скинтовался с этим господином он мне аж чуть ли это ты ничего не понимаешь и вообще это мой брат ну давай твой брат это самое понимаете люди вот так вот люди не понимают когда ты им объясняешь когда ты сам видел даже твоему виденному не верит понимаете как я я же говорил вам один раз я увидел над своей головой надо мне сказали очокнуты пока на следующий день газетах не вышла это самая статья огромная что весь город это видел тоже другие только другой форма они были оказывается то дым был нашествия вот это генло люди не верят не все говорят же фома неверующая у русских есть такая поговорка поэтому зовут они зовут потому что нужны деньги а мне ничего это не надо я всегда говорю трусы своей жене покупай мне от тебя ничего не надо я тебе говорю как все есть если человек хочет например приехать купить квартиру имеет день я всегда говорю вот столько-то денег надо вот столько-то столько-то без этого стоит не стоит даже тебе ехать а мне сказали даже с маленьким можно я говорю ну с маленьким иди туда к ним потом звонит давай мне там кинули мне какая разница я же тебе говорил реально сколько что за что где что придется платить люди вообще с головой не дружат как мой один родственник говорил он продает голова человече мозг куриный поэтому я же говорю зовут и меня тоже везде зовут и в россии зовут и другие республики зовут и в сибирь зовут и в сочи зовут до сих пор есть так это как будто я там не жил как будто я там не знаю уже как все изменилось все горжа по-другому уже ты спокойно идешь никто тебе не документу не вне ты чё все нормально вот никакой гаишника мой я говорю я не осуждаю тебе нравится там живи я чтобы не заставляю приезжать или я сам же не приезжаю не возникаю вот если под каким-то делом приеду остановит буду безропотно показывать и багажник открою и штаны сниму покажу вот у меня ничего нет потому что такой менталитет и никуда не денешься я не смогу там сказать слушай я вот турции прожил вот если такого не было ничего сказать вали отсюда своей турции все потому что там другие порядки а тут другие порядки не понравился уходи нафиг у нас так там так говорят вали отсюда тебя туда никто не звал вот и вот этот человек вот это не старого описал всю ситуацию о и вот ему вот он проживет тут это лет пять он захочет это поменять на другое на вряд ли на вряд ли какой бы ностальгия не было на вряд ли вот поэтому говорят же мы в ответе за тех кого приучили если кого-то куда-то зовете вы прежде подумайте вы обеспечите этому человеку полную безопасность спокойствие нормальную жизнь тогда зовите если вы его позвали а он извините и документы не может делать и это не может делать то не может делать это зачем вы его звали или ее звали но если вы заранее предупредили что будут такие трудности человек приехал это его уже проблема понимаете поэтому я всем вот так говорю и вот такой мы ракурсы как почетный караул там все такое не один раз много фейсбуке вот таких товарищей спрашивают работу из россии тоже закончили университет хотят просто там аниматором устроиться даст а у меня тоже от нечего делать надо особенно ночью когда ленты выходят я говорю почетный караул вас будут встречать приезжайте обязательно вас ищут только так это сам люди мне короче там наверно сто двести лайков ставят сразу потому что знаете что это полная лажа искать здесь работа бесполезно я вот десять лет живу я только-только освоился только-только только-только я освоился только-только за десять лет а так да пожалуйста если у вас денег много жить можно спокойно а с деньгами везде можно жить но здесь подешевле конечно здесь безопасность сюда и американцы мои друзья горы здесь у вас госпокойно и за меньшие деньги от можно жить вот их не мнение конечно здесь нет такого вот например на каждом углу работа любой ценой миск вот какой там по часовой они сказали сколько там 18 20 долларов год час такой даже здесь представить даже невозможно за час там работа америки он пожалуйста есть канал такой я иногда смотрю киргизка в америке называется девушка киргизка дальнобойщица она показывает и казашек дальнобойщицы и американские армии пошли служить все возможности у меня земляков много вот только надо выходит у меня ленты молодые ребят и двадцать пять-тридцать лет в америке далласе нью-йорк и весь здесь живут когда молодой рвится можно а здесь вот для спокойного образа жизни я спокойного образа жизни здесь понимаете здесь образование получать легко вот в интернете пишут из казахстана очень многие хотят здесь чтобы своим детям образование дать а потом люди когда зачем вам здесь люди не могут как работа сами найти с университетом и ей отвечают другие здесь международный диплом да турецкий диплом международно признаны признаются но сейчас кому это диплом нужно если так взять но образование конечно над этим давать это обязательно это обязательно но по специальности навряд ли кто-то из них будет работать сейчас мало кто образование надо вот я лично всегда считаю что парень должен и образованным быть и спортивным спортивным сейчас спортсмены тоже неплохо зарабатывают могут и выступать каких-то этих и за себя постоять и для здоровья вот для девочек рукоделие кроме образования рукоделие чтобы изобразительное искусство чтобы могли что-то шить вышивать вот все надо сейчас вот это как раз как-то это самое ну а так по специальности я не знаю по специальности но закончить человек вот у меня знакомые которые украине закончил университет международных отношений он работал водителем в анталии он работал водителем в одной фирме я говорю а чё он говорит не признается здесь говорит этот диплом надо говорит день клик делать это говорит долгий вопрос если даже здесь бы я закончил бы меня что кто-то говорит посольство возьмет кто-то говорит это там везде свои люди сейчас вот все передается по наследству полицейский свое это передает по наследству своему сыну этот своему ребенку этом внука это зятю это дочери так что но вернемся к тому что вот например как зовут куда-то дал далекую до на деревне дедушкин обычно говорят русские везде хорошо где нас нету я же говорю где-то чтобы устроиться нормально быть своим человеком долгие годы надо долгие годы хотя бы лет пять-шесть минимум лет пять-шесть минимум нравится не нравится надо будет терпеть не нравится как в россии говорят вали отсюда тебя сюда никто не звал все мне много раз такое говорили вот я и не помню сколько раз уже я не обижался потому что ну так правильно говорят ночью чужой монастырь со своим уставом нельзя лезть другим нравится живи ну того кого вы вызвали к себе ему не нравится наш вы человека сделали автоматически априор несчастным он должен это терпеть скрипеть зубы терпеть за ваши прихоти вот такие дела всех вам благ хорошего дня пока